После того, как попытались, и это еще было в начале, то есть когда попытались ввести контрабанду, все вот это вот, вмешалась Госдума, комитет по культуре, по главе с Еленой Емпольской. Они разобрались в этой ситуации, и было заседание, на которое присутствовали и представители Минкульта, и Госдумы, и комитета по культуре, и сами таможники. Где разбирались, а почему такое произошло? То есть как так получается, что человек въезжает со скрипкой иностранного фонда, ее изымают или конфискуют, и вот такое вот происходит. И они выявили разночтение в законах между российским законом и таможенным кодексом. То есть какое разночтение? Получается то, что у нас в стране любой человек, который приезжает с культурной ценностью, он может задекларировать на красном коридоре временный ввоз. Если у вас культурная ценность, которую надо задекларировать, вы идете в красный коридор, и теоретически, по российским законам, которые у нас есть, вы просто достаете бланк, вы декларируете, вы сохраняете бланк, и когда вы выезжаете, вы просто показываете бланк, и опять идете в красный коридор. Нет никаких проблем. Казалось бы. А что у нас происходит в таможенном кодексе? В таможенном кодексе по правилам, по инструкциям только иностранные граждане могут сделать эту процедуру. Граждане РФ такой возможности не имеют. То есть, по сути говоря, большинство таможенников просто не знают законы, потому что огромное количество... Их не знает никто. Как выяснилось, их не знает никто.